добрый день школа как это работает все мы прошли через школу в качестве учеников но проходит время и мы возвращаемся в школу уже со своими детьми в качестве родителей так вот эта программа для вас для родителей давайте сегодня поговорим об отношениях учитель родитель вот этой этой паре лиц которые непосредственно взаимодействуют на фоне учебной учебной деятельности ребенка причем сразу оговорюсь речь идет будет идти в целом об этих отношениях они о частных случаях там начальной школы или там скажем ситуации классного руководителя это отдельная тема для отдельного разговора я бы хотел для начала сказать следующее что далеко не все родители к сожалению понимают что учитель это сотрудник государственного образовательного учреждения по сути дела это лицо официальное это такое же официальное лицо как не знаю милиционер или там пожарный или врач человек наделенный определенными обязанностями и действующий в рамках определенных норм да то есть неких регламентов которые у него существуют особенно в начальной школе зачастую вот молодые неопытные родители понимают так что есть классный руководитель есть учитель и он должен быть всегда значит тут как мама такой к нему можно всегда обратиться он должен обязательно значит там на любой мой вопрос быстро и незамедлительно ответить но к сожалению это не так дело в том что вообще у учителей как любых сотрудников также как у любого из нас работника существует трудовой договор да то есть у него есть трудовые обязанности и по в том числе по трудовому кодексу у него существует такое понятие как отдых да как отпуск как значит время работы есть должностные инструкции поэтому в рамках этих собственно вот регламентирующих вещей он в принципе должен действовать непосредственным начальником у любого учителя является зав учебной частью поэтому любые конфликты которые возникают конечно же нужно адресовать в первую очередь завучу а потом уже в случае неразрешения этих конфликтов или каких-то спорных вопросов нужно адресовать но выше уже соответственно директору образовательной организации совершенно нет необходимости конфликтную ситуацию сразу вываливать там задавать вопросы в отдел образования или президенту это как бы смотрится странно и родители которые действуют таким образом вызывают ну некоторое непонимание со стороны школы потому что вы вступая в конфликт с школой обретаете образ скандалиста это в общем ни к чему хорошему не приведет в первую очередь отношении вот того учебного процесса который на самом деле является целью присутствия ребенка в школе нужно понимать что у учителя достаточно большая загрузка ваш ребенок не единственный у любого учителя у предметника у классного руководителя у учителя начальной школы у него таких как ваш ребенок минимум 30 а если это предметник скажем так учитель русского языка математики у которого там параллель целая да то это 100 150 детей понятно что добиваться встречи с ним по любому поводу нет необходимости и неправильно это поэтому вот здесь нужно вот эту скажем так границу для себя четко определить иногда возникают сложные отношения с учителями между родителями одна и но вы должны всегда понимать что даже если все родители считают что этот учитель там не такой не сякой это не не значит что в отношении ваших вашей вашей ситуации общее мнение там скажем других родителей или каких-то отдельных родителей она будет правильным то есть и здесь я бы тоже очень рекомендовал относительно учителей не вестись на какие-то вот существующие мнения выстраиваете отношения всегда сами потому что в конечном счете интерес ваш как родителя это успешность вашего ребенка что там происходит в окружающем мире до школе это важно это нужно тоже отслеживать но конкретно по предметной области по ситуации с взаимодействие учителя с вашим ребенком нужно выстраивать прямые отношения к текстам которые мы пишем в адрес учителей тоже нужно относиться очень аккуратно потому что ну как любой человек человек на месте учителя да он может воспринять любую текст эмоционально он может его прочитать не так как вы что вы хотели поэтому предельно конкретные должны быть тексты очень аккуратные предельно уважительные и ни в коем случае не с позиции что вы мне что-то должны то есть никто никому ничего не должен нужно очень точно себе понимать что большинство учителей поверьте они считают свою работу не работой где вы заказчик как родитель своей миссии да и строят отношения по принципу что мы вместе то есть родитель и учитель создает условия при которых ребенок растет он обретает новые знания он воспитывается и так далее так далее и большинство учителей кого я знаю по крайней мере в моем окружении они очень трепетно к этому относятся и не любят вот любого отношения с позиции что я заказчик родитель а вы мне тут должны оказать услугу это неверная позиция она сейчас она в какой-то момент времени была популярной но поверьте она уже сошла на нет но по крайней мере в большинстве школ там где люди работают на результат там где люди работают не на результат она формальное отбытие в школе по часам то да там такая ситуация возможно но опять таки поставьте себя на место учителя вам приходит человека говорит вы мне тут должны потому что я значит родители а вы оказываете услугу ну вы получите эту услугу да с 9 утра до 4 дня все дальше до свидания никаких разговоров у нас с вами не будет и строго по программе строго по программе это ни о чем еще скажем так 7-10 лет назад достаточно популярная была история когда родители приходили разбирали какие-то конфликтные ситуации с учителями в том числе например привлекая адвокатов но это вот сегодня уже достаточно редкая история конечно потому что просто ну скажем это наверное все таки не так дешево но это смешно выглядит если честно потому что как правило эти вопросы не стоит и выделанного яйца вот ну если их разобрать в причину событий разобраться в причина следственных связях что привело к такой ситуации то выясняется что либо это действительно уже какой-то закусивший у дела родитель который как правило именно так на который вот пытается добиться с пеной у рта какой-то своей правоты зачем это делать вот совершенно непонятно даже если он добьется до своей правоты то потом дальше этому ребенку этого родителя придется жить в этой школе ну вот честно говоря я себе с трудом понимаю как в дальнейшем можно жить без внутреннего конфликта как могут будет выстраиваться отношения с родителя с ребенком у сотрудников школы потому что при всем том что они как правило профессионалы они не делают этого переноса с конфликта на ребенка но подспудно эта история все равно существует она существует том числе у ребенка поэтому доводить до таких вещей это на самом деле играть против своего ребенка это история про про неразумность да эта история про какую-то недальновидность то есть я бы желал вам найти вот эту золотую середину между человеческим отношением и деловым отношением потому что вот на этом вот симбиозе только и можно построить правильное правильную схему взаимодействия с учителем конечно бывают ситуации когда возникает непонимание когда возникает некоторое отторжение даже человеческое к тому или иному человеку с которым вы коммуницируете а по силу того что он учитель занимает эту должность вам приходится с ней коммуницировать у вас на самом деле остаются два варианта либо избежать общения с этим человеком да и перейти в какой-то контакт сугубо деловой второй вариант поменять соответственно либо там класс перейти чтобы этот учитель не был учителем вашего ребенка либо соответственно может быть даже и поменять школу тоже не так страшно потому что зачастую вот комфортная атмосфера комфортные условия понимание со стороны коллектива это значительно более важная история нежели я имею ввиду коллектив учителей в том числе значительно более важная история чем собственно там какие-то регалии которые эта школа имеет и прочее прочее наличие скрытого конфликта это история про не достижение результатов учебных здесь очень важно это понимать но и резюмируя вот этот разговор о взаимоотношениях учителя родитель на данном на данном этапе я бы хотел сказать следующее что нужно стараться стремиться да и может быть научиться в каком-то смысле выстраивать отношения пуль по этой линии на условиях доверительных уважительных и с прицелом на то что ваш вот визави учителя он все таки профессионал он видит не только вашего ребенка он видит множество других в его клай в этом классе в других классах у него есть опыт предшествующих классов поэтому вы должны понимать что у него взгляд на ребенка несколько иной он видел вашего ребенка на фоне многих других и он вам может подсказать то чего вы не видеть зачастую учителя имеют возможность вам подсказать такие вещи о которых вы даже не догадываетесь ну во многом кстати говоря вот сейчас последняя ситуация с пандемией и с выходом в дистанционную форму обучения многим родителям открыл глаза на их детей и в школе они конечно иные это нужно понимать учитель это человек который по определению априори это человек который заинтересован в хороших отношениях с вами поэтому он не заинтересован вам говорить неправду он не заинтересован вам вставлять палки в колеса и там скажем конфликтовать с вами надеюсь что сегодня то что я вам рассказал это поможет вам посмотреть на отношения с учителем немножко с другой стороны ну останетесь при своем мнении так и хорошо посмотрим время покажет в любом случае оставайтесь на канале другой раз поговорим о том как взаимодействовать с классным руководителем это вообще отдельная тема всего доброго и